Привет всем! Итак, я продолжаю цикл видео о том, как я делаю дубовые бочки. Сегодня мы с вами сделаем вот такой вот шаблон для изготовления дубовой клепки. Дубовая клепка является основой любой дубовой бочки. Для шаблона я буду использовать кусок ламината, который остался после ремонта, линейку, карандаш, электролобзик, 8 болтов с гайками М6 и два таких горизонтальных зажима. Их можно приобрести в интернете. Для начала на нашем ламинате я отмерил полоску шириной 75 миллиметров. Это наша заготовка под наш шаблон. Подпиливаем лобзиком нашу полоску, отмеренную полоску. Как вы уже знаете из предыдущих видео, я пользуюсь ГОСТами для определения размеров, геометрических размеров своих бочек. И поэтому знаю, что для бочки объемом 5 литров клепка должна быть высотой 250 миллиметров. На нашей заготовке мы отмеряем нашу высоту нашей клепки. Вот, между ними 25 сантиметров. Теперь эту высоту мы делим пополам, по длине 25 на 2 это 12 с половиной сантиметров и по ширине. У нас 7 с половиной сантиметров ширина нашей заготовки, значит 3,7 это будет половина. И проводим линии, я уже их провел. Зная внутренний диаметр нашей бочки, в самом широком ее месте, он равен 185 миллиметров. Мы можем найти длину окружности внутреннего объема. Для этого нужно 185, умножаем на наше число Пи 3,14 и мы получаем 580 миллиметров. Зная, что у нас клепок 20 штук, мы 580 делим на 20 и в результате получаем 29 миллиметров. Округляем, берем 30 миллиметров. Поэтому в середине нашей заготовки мы отмеряем с одной стороны 15 миллиметров и с другой стороны 15 миллиметров. У нас получается 30 миллиметров это ширина нашей клепки в самом широком месте. Дальше, зная диаметр возле донцев, он равен 170 миллиметрам. Аналогично умножаем на 3,14, получаем число 540, делим на 20 и в результате ширина клепки возле у тора у нас будет равна 27 миллиметров. Берем на миллиметр меньше, меньше, укругляем в 26. Значит 26 делим на 2, получается 13 миллиметров в одну сторону и 13 миллиметров в другую сторону. И аналогично намечаем вторую часть днища. Итак, мы наметили все контрольные точки нашей клепки. Теперь нам остается соединить все наши точки линиями. И у нас получается начертен профиль нашей будущей клепки. Наша клепка будет иметь вот такой вот вид. Дальше, берем вот этот зажим. Если он будет в разложенном состоянии, для того чтобы он прижимал клепку, я думаю достаточно будет разместить его вот в этом месте. Значит, ширина в этом месте мы отступаем 40 миллиметров. 40 миллиметров мы отступаем от нашего края, можно чуть больше, не менее 40. И аналогично здесь. Это у нас место под будущий зажим. Делаем аналогично с другой стороны. Так, что нам нужно сделать дальше? Теперь нам нужно соединить край нашего места под зажим и край нашей клепки. Соединяем вот такой полукруглой линией. Можно использовать циркуль или какие-нибудь лекала, можно просто от руки. Соединяем полукругом. Для чего это делается? Для того, чтобы наша фреза плавно сходила, сходила на нет. И аналогично с другой стороны. И здесь тоже самое. Вот. Вот что у нас получилось. Это профиль нашего будущего шаблона. Теперь нам остается вырезать его лобзиком и обработать наждачкой. Вот что у нас в результате должно получиться. Это основа нашего шаблона. Вот у нас профиль нашей клепки. Теперь нам необходимо сделать два упора, чтобы зафиксировать нашу клепку будущую от продольного перемещения. Сделаем мы их из оставшейся части ламината. Прикладываем к нашему шаблону. Проводим одну линию, которая равна длине нашей ручки. И вторую линию, которая равна длине нашей второй ручки. Наметили. Теперь, зная, что здесь у нас ширина 26 миллиметров, мы делим наши две заготовки пополам. отмечаем по 13 миллиметров. И замеряем вот эту длину. Здесь 26 миллиметров. И аналогично отмеряем 26 миллиметров вот здесь. Раз. И два. Вот такой вот шаблон. У нас должен получиться. Аналогично делаем другую сторону. Отмеряем 13 миллиметров в одну сторону. И 13 миллиметров в другую сторону. Двадцать шесть миллиметров сюда. Можно сразу провести линии. Двадцать шесть миллиметров в другую сторону. Один ставим сюда. Второй ставим сюда. Все. Вот у нас расстояние 25 сантиметров для фиксации нашей клепки. И последнее. Делаем вот две таких пластины. Размером. Ширина, аналогично ширине нашего шаблона, ручек шаблона. Здесь 40 миллиметров. То есть, чтобы наш прижим сюда четко встал. Все. Теперь нам остается только выставить наши упоры, наши пластины. и наметить будущие отверстия. Намечаем четыре отверстия. Просверливаем. И будем собирать. Я просверлил отверстия во всех наших элементах нашего шаблона. С гладкой стороны ламината я делаю потай. Потому что у нас болты под шестигранную головку. И начинаем собирать наш шаблон. То есть, наша основа. Потом упор. И вверху наш третий элемент. Ставим наш зажим. Еще один болт. Итак, одну сторону мы собрали. Зажим работает. Болты у нас спрятались в потай. Они не будут нам мешать. И скользящая сторона ламината будет отлично работать по нашему столику. Аналогично собираем в ответную сторону. Вот что у нас получилось. Шаблон для изготовления клепки дубовой бочки емкостью 5 литров. Такие же шаблоны я использую и для бочек большего или меньшего литража. Для того, чтобы сделать нашу клепку, мы берем заготовку, вставляем ее в шаблон. И работаем на фрезере. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш шаблон идет по обкаточному подшипнику. Вот поэтому. А наша фреза делает наш профиль боковой грани нашей клепки. Одновременно мы получаем обрезанный конус с двух сторон. Плюс мы получаем угол скоса нашей клепки. С одной и с другой стороны. Итак, кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА